Слава Богу, братья и сестры, что Бог дает нам возможность быть в Доме Божьем. Я хочу вам признаться, что человеку, который проповедует на втором служении, последним во время праздников, тяжелее и тяжелее, потому что для тебя уже было сказано пять проповедей, которые были хорошие, которые говорили об этом празднике, которые напоминали нам о том, что все важно, все знаменательно, со всего мы можем брать для себя примеры, и это не просто, знаете, как история, это большой пример для нас о том, что мы как люди, мы должны быть внимательным, то, что происходит, то, что Бог хочет говорить к нам через различные моменты. И знаете, я, находясь сейчас в служении, я просто радуюсь о том, что мы можем быть в Доме молитвы, что мы можем и имеем возможность прийти к Богу, такие, какие есть. Мы можем, знаете, наладить свои отношения с Ним, мы можем в чем-то покаяться, мы можем определиться, знаете, в своих отношениях с Богом и понять, куда мы идем. Будучи сейчас в Америке, я такой просто интересный момент расскажу, который мне настолько запомнился, который дал мне пережить, насколько я счастливый человек, что я примирился с Богом, что я узнал, что есть Бог, что Он спас меня, что Он дал возможность мне иметь возможность встречу с Ним. Так получалось, что, будучи там, мы перелетали в один штат, и мы летели на самолете. И когда мы прилетели туда, я... Так получилось, что я вышел из самолета и просто забыл там паспорт. Ну, просто оставил там. Он выпал у меня, я даже не заметил. И, знаете, я шел по аэропорту, просто спокойно, ни о чем не переживая, как бы все, я прилетел, самое страшное лететь, приземлились, все хорошо. И иду по аэропорту, и вот вижу, что уже выходить надо, уже все, лестница вниз. И я решил проверить паспорт и понял, что его нету. А я остановился, я вокруг, рядом, вот я остановился прямо напротив двоих людей, которые ответственны за пограничный переход, можно так сказать. Они два полицейских, которые следят, чтобы оттуда никто не зашел в аэропорт, потому что есть только специальное место через паспортный контроль. И я остановился прямо вот напротив них, проверяю паспорт, понимаю, что паспорта нету, и хочу только разворачиваться, идти в самолет, а понимаю, что мы прилетели, и там вот быстренько убираются, садятся другие люди, и он улетает. И я разворачиваюсь, а мне говорят, нет, все, как бы нельзя. Я говорю, в смысле нельзя? Они говорят, ну все, вы как бы вот черту перешли, и все. Я говорю, в смысле все, я же вот напротив вас остановился. Они говорят, не-не, назад уже вернуться нельзя. Я говорю, так у меня там паспорт, они говорят. Ну и все, ну как бы ничего страшного. Я говорю, в смысле ничего страшного, я в чужой стране, у меня нету паспорта. Они говорят, ну еще раз через паспортный контроль пройдите. И все. Я говорю, как я могу пройти через паспортный контроль без паспорта? Они говорят, не знаем, но это ваша проблема. И я как бы стою и понимаю, что все, ну как бы самолет сейчас улетит, у меня паспорта нет, я в чужой стране. И знаете, но я там спустился, обратился в одну компанию. Я не разговаривал по-английски, это я, чтобы вы понимали, так как я красиво вам сказал, это я все говорил на пальцах. И они мне на пальцах тоже все это объяснили, что как бы я не попаду, потому что английский я не знаю. Но я спустился там в одну службу, начинаю как бы на пальцах объяснять, а молодой человек говорит, ты русский? Я говорю, да. Он говорит, ну сейчас все решим. Мне принесли мой паспорт, но когда я сел в машину, я думал, вот так может произойти в твоей жизни. Ты вот как бы идешь по жизни, и тебе кажется, что у тебя все хорошо. А потом раз, и ты можешь пристать перед Богом, а тебе скажут, а ты сюда не можешь войти. И ты говоришь, ну как, я же это, а нельзя назад вернуться? Я вот все понял. Вот назад нельзя. Я как бы, я все понял. Я вот все, я сейчас разберусь. Я обязательно сейчас приду к Богу. Я обязательно все, я приду. А ему говорят, нет, все. У тебя была возможность, пока ты был живой, у тебя была возможность примириться с Богом и определиться, в какую вечность ты идешь. А вот дальше все. И я вдруг понял, что вот так вот можно, и тя, и думая, что у тебя все хорошо, а в определенный момент ты дойдешь до какой-то черты, а тебе скажут, все, а назад уже вернуться нельзя. И поэтому, когда мы приходим в Храм Божий, когда люди приходят в первый раз, это хорошая возможность, дорогие друзья, если даже вы сегодня в первый раз в Доме молитвы, это хорошая возможность примириться с Богом. Потому что придет момент, когда мы все дадим отчет перед Богом, какую жизнь мы прожили, как мы ее жили, достойно, недостойно. Но самое прекрасное, что может быть в жизни человека, что на протяжении всей жизни Бог обязательно посылает в жизнь человека людей, которые говорят ему о том, что пока ты живой, определись, где ты будешь проводить свою вечность. Потому что после смерти уже ничего невозможно решить, уже невозможно вернуться назад, уже невозможно уговорить там кому-то и сказать, я забыл, я потерял, я не... Ну, простите, все. Назад уже вернуться нельзя. Друзья, пусть нас всех Бог благословит. Ходить всегда перед Богом, внимательно думать о том, как мы ходим перед Ним. Я тоже сегодня буду читать это место, оно тоже будет немножечко то, что я сказал, оно тоже немножечко коснется этой темы, о том, что как мы ходим перед Богом. Я зачитаю это место, сегодня уже о нем не раз говорилось, но я зачитаю это Евангелие от Матфея, 21 глава, с 8 стиха. 21 глава, с 8 стиха. Множество народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из деревьев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, воскресали Асана, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господня, Асана Вышних. И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение, говорили, кто это? Народ же говорил, это Иисус, пророк, из Назарета Галилейского. И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул стол именовщиков и скамьи, продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой домом молитвы назовется, а вы сделаете его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил их. Видевши же это пересхищенники, книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящие Асана, сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали, что из уст младенцев и грудных детей ты устроишь хвалу? И оставив их, вышел он из города Вифанию и провел там ночь. Мы все знаем этот знаменательный момент, когда уже пришел время, когда Христос, он уже должен был совершить свое окончательное служение, это вход в Иерусалим, и люди, знаете, они ожидали. Они чего-то все ожидали от Христа по-разному. Они знали то, что было перед этим, я думаю, что молва с Лазарем, она тоже распространилась. И, конечно же, люди ждали Мессию, тот, который их освободит. Освободит их от ихнего рабства, которое они находились под таким гнетом Римской империи, под игом Римской империи. Они все чего-то ожидали. Но, знаете, самое интересное, что когда Иисус входит в Иерусалим, Он сразу же направляется в храм. Другие евангелисты пишут, что Он сначала вошел, потом Он ушел, и уже наутром это произошло. Но Матфей описывает, что Он сразу заходит в храм и показывает то, что состояние, то, что происходило на самом деле в Иерусалиме или в израильском народе. Состояние храма, братья и сестры, оно показывало состояние израильского народа. То, что происходит в храме, то и происходило в народе. Это был просто четкий показатель того, что израильский народ, он перешел в такую религиозную форму. Потому что, если читать еще дальше, Христос в этих же событиях, Он показывает этот вопрос и по отношению к смоковнице. Мы тоже читаем, если в Ветхом Завете. Смоковница – это тоже был прообраз израильского народа, который Христос, Он искал смоковницы на плодов, но не нашел. Это тоже был прообраз, знаете, израильского народа, у которого было, видимо, пышное такое благочестие, видимое, но не имеющего никакого плода. И впоследствии просто оно засохло. Это все говорило о том, что израильский народ находился не в лучшем состоянии. У них была все красиво, красивая религиозная форма, все как бы шло, но люди перестали иметь отношения с Богом. И они просто перешли в ту форму, когда им нужен был кто-то, который бы решал их вопросы, и их трудности. Они ожидали, что должен прийти тот, который их освободит. Хотя евреи, если мы читаем, они всегда четко понимали, что они всегда попадали в плен лишь тогда, когда у них терялись отношения с Богом. Перед этим незадолго, можно так сказать, в истории они помнили 70-летнее пленение в Вавилоне, и они внутри сами четко понимали, они даже находясь в плену, они понимали все, что с ними происходит, происходит по той причине, что у них были утеряны отношения с Богом. Каждый плен, они четко осознавали, что их отношения с Богом потеряны. И в этот момент, когда Христос приходит, это был как прообраз для них, входящий в храм, Он говорил им, послушайте, вы думаете, что ваша самая большая проблема, что вы в плену, у вас еще какие-то вопросы, у вас много вопросов нерешенных, больные люди, слепые, прокаженные, но самая ваша большая проблема в том, что вы потеряли отношения с Богом, у вас их просто нету. Весь ваш храм, храмовое служение, то, что сейчас происходит внутри, говорит о том, что у вас потеряна даже молитвенная жизнь. Потому что, когда люди приходили в храм, они приходили туда помолиться. Но представьте, человек, приходящий в храм, видит, когда там продают, меняют, а знаете, как на базаре. Базар, когда люди приходят, там могут быть и сплетни, и разговоры, и ненужные ссоры, и торговля, и все. Как в таком состоянии вообще можно обратиться к Богу, когда просто какая-то суета и ненужные вещи? Знаете, мы иногда тоже говорим людям такие вещи, что приди просто к Богу, и все будет хорошо. У человека есть какие-то проблемы, и человек не до конца понимает, что его проблемы не потому, что он хочет, чтобы его проблемы решились, но он не понимает, что самая его большая проблема это не потому, что, например, пьет, или курит, или употребляет наркотики, или еще какие-то вещи. Самая большая его проблема. в том, что он живет без Бога. Поверьте, люди, которые приезжают на реабилитацию, ну, очень маленький процент приезжают на реабилитацию искать Бога. Но я вообще, может быть, таких и не встречал. Люди приезжают на реабилитацию христианскую, потому что у них что-то болит, они находятся в зависимости. И никто, поверьте, не едет туда искать Бога. Все просто хотят решать свои жизненные вопросы. Уже приезжав на реабилитацию, когда человек переживает встречу с Богом, он понимает, что его проблема не потому, что он кололся, и у него было все плохо, или он пил. У него проблема в том, что он жил без Бога. Однажды я проводил занятия в нашей воскресной школе. И знаете, я понимаю, что иногда мы тоже так обманываем людей, и мы говорим, просто приди в церковь. Люди думали, что если Христос просто войдет в город, то их вопросы решатся. Иногда человек думает, если он просто придет в храм, у него все станет хорошо. И люди идут сегодня в храм, приходят, но не понимая о том, что не посещение храма решает твои вопросы, а примирение с Богом и примирение с Отцом помогают тебе проходить твои трудности. И когда мне пришлось проводить один урок среди подростков о евангелизации, я провел такой урок на таком примере. Я нарезал листочки. На листочках я написал люди, которые находились в разных проблемах. В разных проблемах. У кого-то, например, проблемы с алкоголем, например, бездомные, богатый человек. Я раздал подросткам и говорю, давайте так представим, что вот вы, молодой человек, вы выходите, они не знали, они просто вытягивали листики кому-то. А я вот буду тот человек, который у вас на листике записан. Они выходят, я говорю, первый, читай. Они говорят, мужчина, находящийся в алкогольной зависимости. Я говорю, давай, вот у меня вот, например, такая проблема. Давай, ты мне начинаешь свидетельствовать. Рассказать, как ты мне будешь свидетельствовать? И они начинают все. Дядя, придите в церковь, у вас все будет хорошо, у вас появится жена, машина, дом, и у вас все будут дети. Я говорю, это правда. Ну, а я как бы, как будто вот мы все представим. Я говорю, так все серьезно будет? Они говорят, да, дядя, только в церковь придите. Потому что кто к нам в церковь ходит, у нас у всех машины, у нас там у всех дома. Я говорю, я вот приду, у меня все это будет. Они говорят, ну, конечно, дядя, у нас у всех так. Я говорю, хорошо, садимся, теперь разбираем эту ситуацию. Я говорю, вот вы как считаете, это правда? И кто-то говорит, дядя, ну, они говорят, он вас только что обманул, потому что так не бывает. Знаете, мы иногда завлекаем людей в церковь, мы хотим их завлечь. Мы как будто их, знаете, хотим показать им такое, что вот только приди в церковь, и все у тебя будет хорошо. Никаких больше проблем у тебя не будет. Все, все, все. Ну, братья и сестры, но нам надо подумать, не обманываем ли мы людей. Сколько таких случаев мы слышим, или иногда, там, знаете, они даже уже становятся шуточными, когда человек приходит в церковь, ходит несколько лет и говорит, слушайте, я уже два года проходил, а когда мне машину дадут? Потому что мне говорили, что если я начну сюда ходить, у меня все хорошо. Но это же тоже неправда. Когда мы зовем людей в церковь, мы не зовем им и не говорим, придите, только у вас все будет хорошо. Когда мы зовем людей в церковь, мы говорим, послушай, да, у тебя сегодня нелегкая жизнь, у тебя сегодня трудно. И пойми, мы приглашаем тебя в церковь и не говорим, что у тебя все станет хорошо. Мы зовем тебя в церковь по той причине, что в церкви ты сможешь примириться с Богом. Ты сможешь начать жить с Богом, и ты сможешь проходить, решать свои трудности вместе с Богом. Потому что сегодня люди, они убегают от проблем, они убегают от трудностей. Почему люди начинают пить? Потому что они не могут справиться с теми трудностями, которые в их жизни есть. Почему люди разводятся сегодня в мире? Они не умеют проходить какие-то жизненные ситуации. Так живут люди без Бога, так люди проживают без Бога. И человеку кажется, лишь бы только вот я, может быть, приду, и у меня все решится. Дорогие друзья, если нам Бог нужен только ради того, чтобы Он решал наши проблемы, то нам надо пересмотреть свои отношения с Богом. Нам нужен Бог, потому что Он живой. Потому что на этой земле, проводя эту жизнь, мы вместе с Ним проходим все наши испытания, все наши трудности, но мы идем в вечность. И весь вопрос этого нашего спасения, который Бог спас нас по своей милости, а продавший себя, отдавший на крест. И знаете, когда мы читаем книгу Даниила, там были три молодых человека, которые попали в трудную ситуацию. И когда они поняли, что у них трудность, у них вопрос жизни и смерти, но имея такие хорошие отношения с Богом, они говорят, послушай, царь, мы знаем, что мы имеем отношения с таким Богом, который может решить любой вопрос. И эту трудность, ему тоже она решима. Но знай, что даже если так не произойдет, наше отношение к Богу не изменится. Мы все равно не преклонимся, потому что мы ходим с Богом. Это наш Бог. И даже, может быть, в нашей жизни не все так решается, как мы хотим, мы от Него не отвернемся, потому что мы уверовали в живого Бога. Это такие отношения людей, которые пережили и поняли, кто для них на самом деле Бог. Читая о другом месте, знаете, мы читаем одного человека, слепого, который тоже однажды услышал, что есть Христос, который способен решить его вопрос. Он был слепой, и у него это была проблема. И мы читаем Евангелие от Марка, 10 глава, 50-й, 48-го стиха. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился, велел его позвать, зовут слепого, и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил себя в верхнюю одежду, встав и пришел к Иисусу. И отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Мы все знаем эту историю, но, знаете, я часто о ней как-то на руке помощи говорю. Зачем Иисусу задавать вопрос слепому человеку, чего ты хочешь? Это же и так все понятно, что слепой хочет видеть. Но, знаете, у слепого есть еще много других проблем. Слепой человек, скорее всего, в то время они сидели у дороги, скорее всего, у него не было никакой работы, у него не было, скорее всего, финансов. Он плохо питался, потому что, не имея заработка, не имея хорошего пропитания, у него были проблемы с едой, возможно, у него были проблемы с семьей. Нехватка друзей, еще других много проблем, которые могут приходить в жизни человека, который слепой, который ничего не имеет. И вот представьте, Христос задает вопрос, чего ты хочешь. От своих слов человек осудится и от своих слов оправдается. Если бы Христос сам, просто подойдя к нему слепой, Христос бы просто его исцелил, а слепой бы потом сказал, послушай, так я не просил тебя исцелять, у меня другие вопросы. Я просто хотел, чтобы ты мне дал хлеб, или просто, чтобы ты мне дал деньги. У этого человека было много других вопросов, но он понимал, что самая его большая проблема не то, что у него, например, нет денег, или в том, что он голодный, а самая его главная проблема в том, что он слепой. Потому что человеку можно дать деньги слепому, но он все равно останется слепой. У него завтра, ему все равно нужны будут деньги. Слепому человеку можно дать еду, но на завтра ему все равно, наверное, будет еда, потому что он слепой, и он вряд ли может себе заработать. Знаете, когда мы приходим к Богу, мы начинаем перечислять ему какие-то наши проблемы. У меня и там проблемы, и тут проблемы, и там проблемы. Иногда человек приходит на руку помощи, и ты у него спрашиваешь Слушай, ну, чего ты хочешь от Бога? Какая у тебя есть проблема? Он говорит, я сюда пришел, потому что мне сказали, что мне здесь помогут сделать паспорт Я говорю, это все, что ты хочешь от Бога? Он говорит, да, мне только паспорт сделать, и все И у меня жизнь вообще пойдет ручьем Все У меня самая большая проблема в жизни, что у меня паспорта нет Вот если у меня был бы паспорт, у меня бы жизнь вообще была бы другой Я бы поехал в Россию в заработки, заработал Вернулся бы к жене, алименты выплатил, и все Я говорю, ты понимаешь, что твоя проблема не потому, что у тебя нет паспорта А у тебя проблема, что у тебя нет отношения с Богом Ты живешь без Бога Хорошо, мы тебе сделаем паспорт Ты думаешь, что ты станешь счастливее? Он говорит, ну, конечно Это же какие у меня открываются перспективы Все, я же могу куда хочешь ехать Вот так иногда люди приходят к Богу И думают, что у них есть проблемы Если они решатся, у них все в жизни будет хорошо Иногда человек приходит к Богу и начинает Господь, ты видишь, какая у меня жена, сколько мы ругаемся Ты ее измени Но иногда, наверное, надо поменяться тебе Иногда мы приходим и говорим У меня нет там работы, еще чего-то Вот если у меня была бы работа, все было бы хорошо А на самом деле у тебя нет работы Потому что у тебя могут быть совсем другие причины или еще чего-то И человек все время думает, что вот эти кратковременные вопросы Лишь бы только решились, и у меня все будет хорошо Не забывая только об одном Что самая главная проблема Это то, что ты потерял отношения с Богом И мы раньше в центре делали такие сувениры Я постараюсь точно такую фразу сказать Там было, по-моему, написано так Что если ты потерял все Но не потерял веру в Бога То ты не потерял ничего Но если ты потерял веру в Бога То ты потерял все Это правда Мы иногда думаем Мы зацикливаемся только на своих кратковременных трудностях и вопросах Мы живем с Богом в таких отношениях Господи, только реши мои проблемы А я дальше как-нибудь сам разберусь О том, что давным-давно Ты перестал потерять молитвенная жизнь Что может давным-давно ты перестал слышать голос Божий Может быть давным-давно ты перестал вникать в свою жизнь И иметь хороших отношений А ты все ходишь и живешь с Богом в отношениях Реши еще один вопрос, реши еще одну трудность Реши еще один момент У меня вот тут проблема, и тут проблема Все ожидали Христа Говорили Асана У них были свои трудности Они думали, что это тот человек, который поможет им решить все их вопросы Но Христос в первую очередь входит в храм и говорит Послушайте У вас самая большая проблема В том, что происходит у вас сейчас в храме Говорит о том, что у нас нету никаких отношений с вами У нас разорванные отношения У вас все идет Да, у вас храмовое служение, оно вроде бы построено Вы уже не несете своих животных Уже все здесь продаете Вы уже здесь даже научились и деньги менять Зачем утруждать? Вы настолько, у вас все красиво, религиозная форма Но жизни нету И вы думаете, что ваша самая большая проблема Что вы сегодня находитесь под игом римского рабства Но вы сегодня находитесь, самое главное, под рабством греха Которое у вас появилось в последствии того, чтобы у вас потеряли соотношения Знаете, братья и сестры Я наблюдаю за своей жизнью Я понимаю о том, что, конечно, если человек будет копаться Он обязательно что-то найдет Мы сегодня не об этом говорим Мы говорим о том, чтобы человек был внимательный к своей жизни Чтобы он, наблюдая за своей жизнью Когда в его жизнь приходят те или иные обстоятельства Он задумывался, почему они вообще пришли Почему в моей жизни приходят какие-то трудности и обстоятельства Которые, они просто не решаются Они одна за одной Знаете, человек думает И он приходит к Богу только с одним Господи, реши мои вопросы Реши мои трудности Реши мои вопросы Забыв о том, что когда он был просто в простой молитве Когда он просто оставался в молитве с Богом Общаясь с ним Общаясь, что у него происходит в сердце Просто искренне рассказывая свои переживания, свои боли искренне каившись, согласаясь о том, что да, Господь, у меня возможно что-то не так. Но если наши отношения, братья и сестры, переходят только в разряд отношений «помоги мне решить все мои проблемы, а дальше как-нибудь я сам», то это большая проблема в наших отношениях. Наши отношения с Богом должны строиться как тех молодых людей, которые сказали, знаешь что, царь, наш Бог силен решить любые вопросы жизненные, которые трудности происходят в этой жизни. Но даже если это не произойдет в нашей жизни, знай, что мы все равно не преклонимся. Мы очень четко, у нас есть четкое понимание о том, что мы ходим перед живым Богом. И мы не склоняемся перед твоим идолом не потому, что мы какие-то особенные, потому что мы склоняемся только перед Богом, потому что только Ему мы дали обещание служить чистой и доброй совестью. И да, мы проходим нелегкие трудности, обстоятельства. И мы знаем, что не всегда бывает легко, но мы эти все обстоятельства проходим с Богом. Братья и сестры, Бог нас не освобождает от печи. Бог проводит нас через печи, но вместе с нами там. Нам надо перестать обманывать людей и говорить о том, что все, приди и все решится. Мы должны говорить людям там, что да, церковь – это хорошее место, куда ты можешь прийти и наладить свои отношения с Богом, которых у тебя нет. Это место, где ты можешь покаяться, где ты можешь родиться свыше, где ты можешь начать проходить эту жизнь с Богом. Жизнь нелегкая, но проходя с Богом, ты сможешь проходить все трудности. Тебе не надо будет убегать от проблем, тебе не надо будет искать виноватых в своей жизни, тебе не надо будет еще что-то. Ты сможешь с Богом пройти многие трудности и обстоятельства, потому что наш Бог силен вместе с нами проходить через все наши трудности, через все наши невзгоды. Пусть нас всех Бог благословит, иметь хорошее отношение с Богом, быть внимательны к своей жизни и быть честными перед Богом, то, какие мы есть на самом деле. Я хотел бы, чтобы мы сейчас встали, помолились, поблагодарили Бога за милость и дальше будет еще продолжаться служение. Дорогой наш небесный Господь и Бог наш, Отец, мы благодарны Тебе за милость и благодать, которую Ты сегодня проявляешь к нам. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Сына Иисуса Христа за наши грехи, Господь. Он умер за нас, Господь, чтобы дать нам жизнь вечную. Мы благодарны Тебе за то, что мы уверовали в живого Бога, Господь, который, Господь, простил наши грехи, который помиловал, который помогает, Господь, нам проходить эти жизненные трудности и обстоятельства через, Господь, через все моменты, которые всегда вместе с нами, Господь, которые не избавляют, но проходят вместе с нами через все наши трудности. Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за жертву Иисуса Христа, которую, Господь, Он пролил за наши грехи, что Ты дал возможность нам сегодня примириться с Тобою, что Ты дал нам сегодня надежду, Господь, и возможность сегодня приходить к Тебе, Господь, что мы знаем, что мы идем в небо, что мы спасены, Господь, что мы имеем возможность сегодня, Господь, ходить перед лицом Твоими, оставаться благодарными за ту милость, которую Ты проявил каждому из нас. Я прошу, Господь, благослови, чтобы мы были внимательны к тем людям, которые сегодня живут вне церкви, чтобы, Господь, указывали путь им ко спасению, чтобы мы были, Господь, теми, Господь, людьми, которые, Господь, говорят о том, что есть Бог, который способен, Господь, вместе, Господь, пройти, Господь, который, Господь, достоин дать свободу, который силен, Господь, освободить от тех зависимостей, которые сегодня люди находятся, что Бог силен, Господь, дать силы и проходить вместе с ними, Господь, те трудности и переживания, которые они сегодня проходят, Боже, благослови, чтобы этот дом молитвы, он всегда был наполнен спасенными людьми, чтобы в этот дом люди спешили для того, чтобы примириться с Тобой, чтобы найти, Господь Божий, Господь мир, чтобы найти спокойствие, Господь, в своей душе, в которой они нигде не могут найти, Господь, благослови, чтобы церковь всегда была открыта для людей, чтобы мы, Господь, были, Господь, способны принимать людей, Господь, и быть открыты для них, Господь Божий, благослови, благослови каждого из нас, чтобы нам ходить пред лицом Твоим, благослови дальше это служение в Духе Святом, наполни, Господь, своим присутствием, наполняй, Господь, Говори в нашу жизнь, к нашим сердцам, и пусть Твоя благодать, Господь, и дальше совершает свою работу в нашей жизни. А мы Тебя за все благодарим, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Амин.